Жил в одиннадцатом веке в первой половине и был военачальником, поскольку я вернулся военачальник. Вот такое стихотворение он написал на поле Павел. Горнила я иду, да обойдут меня огни, и если есть на мне грехи, что я твой раб и что они. В беде я и не множу слов, укрой меня в своей сини, исполни то, к чему стремлюсь, и мне помочь не примени, меня для сына моего и для учения сохрани. Шлома Ибн Бероль. Вступление к поэме «Ожерелье». «Ожерелье» — это вообще-то грамматическая поэма, но вступление — это вот такой понедельник к еврейскому языку. И тут есть еще окрастив, сначала алфавит, а потом шлома Ибн Бероль, а герой «Ожерелье». Вот «Ожерелье» — и рифм, и в нем раскрыта грамматика прекрасного иврита. Сложил я изгнанию в сепараде, шлома Ибн Бероль, молодой пиитом. Аз разнесу хвалу и воспевание измерившему пятью мирозданий. Бог людям дал язык и речь вложил в устав, венец великолепия и сияния. Вложил ум в идею, чтобы мы могли познать все в мире и в ином его деянии. И гласит шломой из сепарада, что собрал святой язык для племени в изгнании. Днесь, вижу я народ могучего, смотрю на уцелевших беглецов собрания. Едва на них взглянув, я понял, истреблен святой язык почти до основания. Живут они с чужой речью на устах, и нет у них иврита понимания. Забыли свой язык, у них эдома речь, или о гаре горькое звучание. И замкнуты сердца, и тонут, как свинец, пучинах вод, без смысла и без знания. К своей добавил я народа боль, и жгут меня, как пламена его страдания. Лью слезы, как кенор, а не разумие их. И как кенеры поднялись стенами. Молитвы книг святых не могут понимать, и как они прочтут себе послание. В неужто не поднять слепцов из бездны? Кто спасет в беде корабль своей злобью? О том, векло мне сердце, ты прозрел, а твой народ во тьме влачить существование. Пусть будешь ты язык для тех, кто не он, зато тебя от Бога будет воздаяние. Совсем я не смышлен, орел я ему тогда, что я еще и нет, и так сказал ему в негодовании. Совсем я не смышлен, кто в девятнадцать лет гордится, тот достойно смеяние. Тогда замолкло сердце, я аж увидел сон и раздалось над градом и скрицами. Услышал я в ночи, восстань, исполни, Бог тебе поможет в этом начинании. Флаг старцам ненести, восстань и говори, что ты юнец без силы и влияния. Хоть мал годами я, возвысился мой рог. Я понял, было то не без призваний. Цель мне дана, ее достигнет разум мой, в руке людское свершение и упование. Что делать мне? И вот задумал я создать грамматики еврейское описание. Шатер создать святому языку, за ним превыше прочих он, то это здание. Щедротами его я пользуюсь писал, на нем самом, ведь он язык избрания. Этот я труд сложил размеренным стихом, а также в рифму, для запоминания. Юн, но искусим я, пусть рифм путь тернист, но больше всех достоин почитания. Я труд мой разделил на десять глав, ему вступление предпосвал, как уменьшание. Шлю изречения я за изречением вслед, подобно самоцветам и цверканиям. Любому Богу умил мой труд, он словно сад для наслаждения и для любования. А тратя этот сад, найдешь в нем тень дерев, и митта, и левей глоблухания. Мои стихи, как ожерелье, людям дар, и ожерелье дал я им название. Оно, как будто дождень засухи лихой, и в зной росы прохладные излияния. Будто премудрость у ворот его стоит, на перепуте глаз его вещания. Его цена превыше златой всего, чтоб не желал себе этого в обладания. Насытится стыдом глупец, пусть он богат, а мудрым трудным, с помыществованием. Им припоясайтесь, мужи, оставьте лень, ведь в этом ваших дух предначертания. Еврейской речи преимущество познать, ведь выше прочих всех язык писания. Глаголят в небесах на нем деяние и честь того, кто носит свет, как одеяние. У всей вселенной был один язык, иври, до поколения размежевания. Дал Эвер лишь Бог исконную речь, когда смешал наречия людям в наказание. Афрам, ее приняв, потомкам завещал, для сохранения и для поддержания. Где бы ни были они, язык свой берегли, с ним претерпели рабство истязание. Его словами огнючение зажжен, на нем рекли пророки прорицания. В земле красы, на нем великие певцы слагали песни под струнное облицание. Иакова, сыны, осудит Бог вас, коль забудете язык обетования. Разве забыли вы, как Он карал отцов за нерадение и за пререкание? Он посрамил вас, и пророчества Его даны вам будут видели питание. Лень не к лицу мужам, старайтесь, наш язык не стыд, а дорогое дарование. О, как же вы, поток оставив, стали рыть колодцы, суждено им высыхание. Жестоко гневался Нехемия на тех, кто предавал родной язык попранью. Елико мог, карал их в ярости своей, и бил их, и ругал суровой бранью. Рабыня свой язык хранит, а госпожи народ свое оставил достояние. Еще скажу, кто свой, оставив сад, хранит чужие, тот достоин поруганья. Лишь Бог исполнит срок, и мы заговорим прекрасной речью вместо бормотания. И я его молю, и верю я вполне, что он свое исполнит обещание. Его же верному рабу, понимайте все. И так я начинаю оттолкование.